Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях у Виктории Сангиной, ландшафтного дизайнера, директора архитектурно-ландшафтного бюро Гринс. И мы продолжаем наш разговор про изгороди с ландшафтным дизайнером Виктором Тропченко. Сегодня мы продолжим нашу беседу с того момента, с которым мы остановились. Если вы не видели наш ролик про хвойные виды изгородей, обязательно посмотрите. Сегодня мы поговорим про лиственные кустарники и деревья, которые исполняют функцию изгороди, дублируя фактически наши заборы, не очень, может быть, красивые или красивые, дополняя их. Высокие изгороди. Высокие, да. Мы рассматриваем от полутора до двух с половиной примерно вот в этом, чтобы осузить темную тему и сильно не растекаться. Витя, скажи, пожалуйста, я вот такой вопрос к тебе. Какое твое любимое растение из лиственных, которые ты чаще всего используешь при создании живых изгородей в своих работах? Скорее всего, наверное, это пузыреплодник. Почему? Потому что они достаточно разные. Их можно стричь, их можно оставлять свободно растущими. Они довольно декоративны даже без листвы. Второе, наверное, любимое растение – это дёрины. По той же причине. Единственное, что, скорее всего, это растение для изгороди свободно растущих. Ну да, мне кажется, что дёрины в стрижке, они немножечко изрезаются. Ну, то же самое относится к пузыреплодникам, на самом деле, и к любым растениям с крупным листом. Скажи, да, ну а какие-то вот деревья, например. Мы же можем посадить что-то, и не кустарник, а именно дерево, которое не будет довольно-таки большим. Если мы справляемся с твоими и с ёлками, то, я думаю, что и листы на дереве есть, которые хорошо себя чувствуют в изгородях. Липы, например. Ну, понятно, что они существуют. Да, конечно, но это растение для стригущихся изгородей, потому что, если ты не будешь стричь липу, то понятно, во что она превратится. Даже если она вот как бы изначально на штамбе и небольшая, то она всё равно... Ну, для этого, наверное, лучше не брать деревья на штамбе всё-таки, потому что, как правило, речь идёт об изгороде, который стрижётся. И здесь функция изгороди в том, чтобы она была более-менее закрыта снизу доверху. Соответственно, это липа, это боярышники, это клён генала. Это может быть ирга или рябина арония черноплодная. Да, это наша русская классика, мне кажется. Это могут быть ивы. Ассортимент достаточно большой. Хорошо, Вика, а вот ты помнишь, в прошлый раз, когда вы общались с Натальей Завидией, она упомянула боярышники. И вот я сказал, что я не видел ни разу изгороди из боярышников. В принципе, ты действительно тоже высоко оцениваешь потенциал именно этого растения. Сейчас очень же много сортов боярышника. Разные красиво цветущие, розовенькие, красные. Слушай, ну тут нужно понимать, что изгородь из лиственных, она смотрится не менее... Роскошно, чем из хвойных. Но у нас есть безлистный период, который не прощает никаких ошибок в стрижке. Это касается совершенно любой породы, совершенно любой. То есть и боярышник, и ирга, и пузыреплодник, и дерен. Нужно понимать, что мы должны ее стричь, это изгородь. Даже если она свободно растущая. Ну, свободно растущая, давай все-таки мы не будем про них сейчас говорить. Потому что это, в принципе, любой куст, если мы посадим в ряд, то это будет свободно растущая изгородь. Давай будем сегодня говорить о тех растениях, в которых есть потенциал именно в стрижке. Просто стрижка может быть более жесткой, когда мы стрижем там дважды, трижды в год, да. Либо растение можем стричь один раз в год. Это тоже, в общем-то, как бы, она будет считаться, что она формированная. Прекрасно. Поэтому, неважно какой высоты, потенциал этого дерева, то есть мы можем про липу так же говорить, как про боярышник. Боярышник даже предпочтительнее, потому что у него в основном лист поменьше размера, соответственно, она будет смотреться более презентабельно. Аккуратно. Более аккуратно, хотя если мы посмотрим в исторических парках, да, в Рынбамском парке, совершенно шикарной изгороди из лип, можно, кстати, у меня есть фотографии в зимнем периоде, я тебе пришлю, покажу. Это смотрится роскошно. То есть если изгородь из хвойных, она довольно статична зимой и летом одним цветом, да, то изгородь из лиственных, она весной смотрится одним образом, летом на молодом приросте другим, потом уже летом зрелым, да, третьим, осенью она может раскрашиваться, да, может быть желтой, багряной, может уходить в какой-то алый, да, и зимой совершенно шикарная графика ветвей, причем если мы с вами хорошо стрижем, то она будет непроницаема практически для глаз даже в зимний период. Да, то есть это вот на самом деле, вот мы сталкиваемся постоянно, что в основном стереотип такой, что изгородь из лиственных, она имеет вот этот минус, что она, через нее все видно зимой. Нет, но только с учетом того, что мы правильно стрижем, вот, поэтому если изгородь из той же самой туи, да, она прощает ошибки, да, из той же самой елки, пихты, она смотрится более аристократично, но меньше ошибок может прощить, да, то из лиственных нужно понимать, что мы должны уметь делать то, что мы будем делать, или мы должны быть готовыми учиться, да, изгородь из лиственных прощит больше ошибок. То есть мы можем почикать, да, и заново это все выгнать. С войнами сложнее, да, то есть тут есть и плюсы, и минусы. Витя, ну вот смотри, да, есть такой вопрос, вот, конечно, ты упомянул дерины, мне очень нравится, что у них цветные красивые стебли бывают, желтые, красные, зеленые, они зимой действительно создают вот такое красивое цветовое пятно. Может быть, существуют еще какие-то культуры, которые вот тоже имеют не вот эти вот, да, ну, как Вика сказала, прекрасную графику ветвей, но все-таки черных, а если они дополнительно еще и цветные... А кто у нас черный, скажи, вот кто у нас черный, вот это опять ты жертва стереотипа. Черных вообще ветвей практически не бывает, только если, может быть, дерен кислеринги, да, вот... Ну, и пурпурный, то пурпурный, да. Но ты понимаешь, в чем дело, если мы постоянно стрижем, да, то получается, что зрелая изгородь, мы отстригаем там какой-то определенный кусочек, вот маленький ежик, который по периферии, он будет вот этого яркого цвета, да, а потом более старые побеги, они как раз-таки становятся более тусклые, и уже не будет этого эффекта. Пурпурный, он будет черный, красный не будет, он будет таким каким-то вот буром, тусклым. Да, то есть... Я, на самом деле, да, история-то такая, дело в том, что у тех же деренов ив, лип, самые яркие побеги молодые. То есть однолетние побеги самые яркие, поэтому часто дерены, когда выращивают в садах, их сажают на пень каждый год, чтобы они выгоняли побеги полтора-два метра, и они будут яркими, вот в Англии так любят делать, где действительно зима более мягкая. Кстати, очень характерно, что, мне кажется, что вот с теми же деренами очень зависимость от температуры. Когда на улице сильно холодно, они не такие яркие, они тусклые, равно как и хвойные тусклеют морозы. Ты пришли внимание, да? Они все-таки, у них вот самая яркость наступает где-то к марту, когда уже солнце светит, они наливаются соками, начинается сокодвижение, они становятся реально яркими. А в декабре где-то они будут потусклее намного. Да, то есть вот эти все красивые картинки из интернетика, которые мы видим, где действительно профессионал поиграл, тут у него дерены ярко-желтыми, кто-то ярко-ярко-красными. Это нужно очень сильно постараться, чтобы получить эту картинку. Недостаточно посадить двух каких-то сортов дерен, чтобы получить этот эффект. То есть этот эффект не каждый год будет в нашем климате. В принципе, вариант возможен, если мы посадим дерен белый кисель ринга с пурпурными побегами и дерен побегоносный флаверомео желто-зелеными. Вот они, в принципе, как раз контрастировать будут. Что касается ярко-красных побегов, то, наверное, самый яркий сорт это дерен белый батон руж. Есть еще дерен крово-красный, это североамериканский вид, но он все-таки менее устойчивый, чем дерен белый и дерен побегоносный. А мы помним, что в изгородь мы сажаем только все самое устойчивое. Это принципиальный момент, и для лиственных он важен еще более, чем для хвойных, потому что вот эта вот верхняя хвоя, да, она не дает увидеть, что там внутри, структуру мы не видим. Если в какой-то структуре есть какие-то дефекты, они не видны. Без лиственных период мы видим всю структуру лиственных. Да, то есть если ты вырастил шикарную изгородь из лиственных, значит ты просто супер молодец, ты можешь ей гордиться. Скажи, Вик, ну есть вот такой, мне кажется, очевидный плюс. Мы уже говорили, что, например, те же самые заборы из металлопрофиля, они не очень хорошо соседствуют с хвойными, потому что и есть эффект того, что они как бы подпревают, выгорают, отражающие поверхность, ожоги. С лиственными такой же проблемы нет. Мы можем посадить те же самые боярышники, дерены и пузыреплотники прям вплотную к забору и, собственно, не заботиться о том, что им там будет не очень комфортно. Именно такой же проблемы нет. Мы должны понимать, что с той стороны, опять-таки, недостаток будет света, что будет каким-то образом отражаться. Но большинство лиственных этот недостаток нивелируют сами по себе. То есть нельзя сказать, что это огромная проблема. Естественно, есть определенные нюансы в стрижке такой изгороди. Первый нюанс, который касается вообще всех совершенно культур, хвойных и лиственных, что мы не можем, как где-нибудь там во Франции, стричь ровную вертикаль. Мы всегда должны давать завал, потому что у нас солнце не стоит никогда настолько высоко, чтобы вот эту вертикаль освещать. Мы всегда должны несколько дать такой угол, задать, чтобы у нас по всей поверхности изгороди было примерно одинаковое освещение. Иначе мы будем постоянно терять ноги. Да, профиль должен быть в виде трапеции. Чуть-чуть елочкой. Да, но это... Не так, а вот так, если угодно, чуть-чуть. Ну, это, я думаю, мы с кем-то поймем. Не, но это тоже важный, мне кажется, момент, потому что не очевиден для наших зрителей. Ну, слушай, садоводство это вообще для интеллектуалов, скажем так. То есть тот человек, который... Не интеллектуалы могут сейчас покинуть им до... Я думаю, что наши подписчики все интеллектуалы. Я больше чем уверена. Просто другое дело, что у кого какой опыт, да, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. И все-таки они не все живут в Ленинградской области, тоже имеет значение. Вот, но в любом случае, когда человек хочет завести изгородь, он понимает, что это довольно сложное, агротехническое вообще-то... Сооружение, да. Да, сооружение, да. Это все-таки тоже, да. И архитектурное. Да, и, соответственно, если он хочет тратить меньше сил на уход за этой изгородь, то она должна быть свободно растущей, не стригущейся, ну, или формируемой. Ну, пришли, слушай. Нет, но если хочется, не хочется ухаживать, то, конечно, есть более простые варианты, но они будут менее аккуратными. Ну, слушай, мне кажется, что в отличие от хвойных, очень хорошо делать из лиственных кустарников такую неоднородную изгородь как раз. Если ты говорила, что очень важно, если у тебя выпало какое-то растение из хвойной, заменить его таким же, то тут, мне кажется, можно вот туда много разного напихать. Посадить и дерен, и боярышник, и, может быть, пузыреплодник, и все это как бы, ну, как-то ритмически чередуя, будет такой медвес. Слушай, я тебе хочу сказать... Каждый выходной, когда я еду на дачу, я покупаю новый кустарник свой изгородище. Вот, вот, вот. Значит, смотри, сделать плохо или что-то упростить, человек успеет всегда. Нужно стремиться к лучшему, да, делай, что должно, и пусть, что будет. Поэтому давай не будем скатываться в какие-то там вот такие вот вещи, там, что, а, ну, выпал у нас тут кусок изгороди, из, там, не знаю, ту, и мы посадим елку. Или выпал у нас боярышник, мы посадим, я не знаю, что. Вот, кстати, у меня сейчас такая проблема. У меня же сперли пузыреплодник из изгороди, и надо посадить другой, и это вот тот самый случай. Понятно. Ты знаешь что, я все-таки считаю, что надо стремиться к лучшему, а жизнь это поправит. Ну, хорошо, но разные сорта одного вида мы можем посадить? Можем. Например, те же пузыреплодники, их огромное количество, можно посадить красный, зеленый, мармеладный. Ты вот сейчас зря это сказал. Мы должны хорошим молчать. А я похулигарил, у меня же такое и посажено, как протест против соседских заборов из профлиста. А я такой видел, мне понравилось. Нет, потому что, да, это действительно акт хулиганский был, потому что перекресток, один забор из профлиста красный, другой зеленый, третий синый, потом появился, к счастью, серый, который наиболее нейтральный. И вот захотелось что-то в ответ, потому что, ну, это ужасно. Ну, вот теперь, да, у меня теперь изгородь разноцветная, пестрая. А теперь прекрасно, да? А смотри, я посадил ту, и меня это видеть не буду, пусть наслаждаются соседи. Значит, смотри, тут мы должны исходить из того, что вот в контексте вот сегодняшнего нашего разговора мы говорим о той изгороди, которая выполняет функционал забора, да? А забор все-таки он, это обрамление, да, это ограждение, да, это наша безопасность, это наше чувство защищенности. Но оно должно быть константой. Лучше делать все-таки ее максимально однородной. Пускай она, если это изгородь из лиственных, да, пускай она играет тем, что она меняется, да, то, что мы говорили пять минут назад, да, то есть в разное время года она выглядит по-разному. Если мы еще внутри вот этой вот линии будем делать какие-то там вкрапления, да, с этим тоже можно. Но, понимаешь, сначала надо научиться делать правильно базовые вещи, да, а потом уже можно начинать хулиганить. То есть вот мы, например, ландшафтные дизайнеры, да мы в каждом саду в той или иной мере хулиганим. Садоводство это вообще эксперимент всегда, либо большой, либо маленький, но все равно любой садовод, он экспериментатор. Ну, безусловно, мне кажется, каждый сад индивидуален, и поэтому без экспериментов невозможно. Конечно, конечно, то есть в двух разных садах мы получим совершенно, можем получить совершенно разный результат, выполняя одни и те же действия. А можем получить одинаковый. Никто не знает, чем дело закончится. Понимаешь, вот эта вот большая загадка, это одна из великих интриг садоводства, почему людей так, в общем-то, да, именно в возрасте охватывает вот это вот хобби, даже это не хобби, это образ жизни, да, садоводство. Потому что они уже слишком много всего видели, а в саду они никогда, никогда не устанут удивляться. Всегда какие-то новые открытия. Поэтому человек, который работает у себя в саду, обычно он и живет дольше, да, у него спина болит меньше, да, если он там картоху не культивирует. Да, по-моему, спину я бы поспорил. Вот это уже варианты. Но, слушай, вот мы же говорили про натургарден, да, это тоже путь к тому, чтобы спина у нас меньше болела. В любом случае меньше заболеваний у человека, который с удовольствием влечен. Это я к чему говорила? К тому, что сначала нужно научиться делать базовые вещи, а потом уже нужно начинать хулиганить. Вот как бы я призываю к этому. Поэтому, да, вот Витя Тропченко, сажающий 4 сорта пузыреплодника, это нормально. Может тебе позволить, да. Может, да. Градиент получился. Да, но до этого он очень часто повторял одно и то же, и у него потребность выразить себя таким образом, да, и сделать именно в том месте, где он это сделал. Он же сделал не просто где-то там, в физическом вакууме, он сделал в конкретном месте, потому что, да. Причем вот это потому что, оно может, что у Виктора, что у садовода, оно может случиться интуитивно. Мы очень часто именно интуитивно работаем в саду. Да, прекрасно. Я даже не знаю, какой дать совет нашим зрителям, потому что экспериментировать им пока и нельзя, даже если они интеллектуалы, им надо наработать, прежде всего опыт. Я понял так. Ну, собственно, да, на этой оптимистичной ноте я, собственно, и хочу, наверное, закончить сейчас этот ролик про лиственные изгороди. Вот, я думаю, что мы дадим небольшой еще список, может быть, деревьев, о которых мы не поговорили. Так давай сейчас все-таки скажем, Витя, скажи, какие боярышники ты рекомендуешь, потому что их же все-таки несколько больше, чем мы можем рекомендовать сейчас. Да, потому что хотелось бы немножко сорта. Мы лучше бы немножко сорта. Да, да, да. И лучше это сделать в виде список, да, потому что я могу что-нибудь забыть. Дадим список. Да, лучше список. А следующую тему, пока вы, так я смотрю, вошли в раж и желаете пообщаться дальше, мы запишем про ваши любимые или нелюбимые туи. Я не знаю, уже я ничего не понимаю, потому что они для вас то хорошие, то плохие. Давайте разберемся, поговорим о сортах, о видах. Да, договорились. И запишем об этом ролик. Хорошо. На этом все. С вами был канал Европлант Лайф и Виктория Сангина, и ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко. До следующего выпуска. Всего доброго. Всем пока. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»